Как известно, дети лучше всего воспринимают информацию в игровой форме и на практике. Поэтому открытый специальный урок начинается не с теоретических и скучных для учеников лекций, а с моделирования дорожных ситуаций на школьном дворе. А учителями тут выступают инспекторы дорожного движения. Проводится такой урок, на котором в разной форме детям доводятся требования правил дорожного движения. Это моделирование дорожной ситуации, это изучение правил дорожного движения, это ответы на вопросы, это и в игровой форме прохождение всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть на дороге. Пока одна группа учеников начальных классов занимается на улице, другая прорабатывает правила на специальном макете. Ставим такую задачу, покажите нам, где есть нарушения, требования права дорожного движения, пеших, водом. Тут детям помогают разобраться в нюансах дорожного движения представители автотранспортного колледжа. Для самых маленьких правила безопасности поведения на дороге переплели с современными технологиями. А где у нас знак подземного пешеходного перехода? Да. Подземный пешеходный переход. Теоретическое занятие все же есть, но оно для учеников старших классов и проводят его представители автошколы. Мальчишкам и девчонкам рассказывают о случаях, когда, например, школьники без прав садились за руль и о трагических последствиях таких историй. Эти дети уже в том возрасте, когда они вполне законно могут начать обучение и процедуру получения водительского удостоверения. Лекторы только рады ответить на их вопросы. Ну и, конечно же, категории С и Д. Вы получаете С, категорию 18 лет можем получить. Что это за категория, кто знает. Организаторы уверены, что такие занятия необходимы и точно дают свои плоды. Но это только лишь один из элементов комплексной работы. Прежде всего, у детей есть родители и обязанность родителей регулярно доводить своим деткам об опасности, которые могут подстерегать их на улице. Дети заинтересованы, детям нравятся такие способы обучения. Это самое главное. Наверное, главным положительным результатом подобных мероприятий является тот факт, что аварийных ситуаций, которые случились из-за нарушений правил безопасности дорожного движения детьми, становится меньше с каждым годом. Алена Медведева, Денис Проскурин, Александр Кучиц, ДУН-24, Ростов-на-Дону.